а и халы сейчас только где-нибудь заедем быстренько журика какого-нибудь покушаем я уже есть хочу не могу не получилось пони такая вот пан туда попробует телефон дала всю адрес вот она это получается вот вроцлав это если мы назад будем возвращаться мы скорее всего будем возвращаться той дорогой через юг как раз мимо будем ехать вот и заедем 16 но пока сейчас вот выходим на автобан погнали до шведска мне отсюда 425 километров еще отработал я сегодня мне еще шесть с половиной часов работы дает я три с половиной только отработал а идея сегодня до шведска должен добежать единственное что вот заскочить сейчас вот пауза от была часа 5 ехать домой я уже есть хочу если честно конец журика пища с удовольствием завалил бы сейчас слович по моему тут населенный пункт будет там вроде бы есть кафешки бары харчевни за рулем быстренько жулька похлебаем и полетим дальше раньше постоянно здесь ездили когда автобана не было вот смотрите какие-то парит нифига себе какие они длинные постоянно здесь ездили когда автобана не было старайте какой поток машин тут шоу ой какие тут пробки собирались уходы и мамочки тут еще ладно а там конин по поздно не мой фото вспомнишь так кошмар как-то интересно на меня уводит раньше мы по 14 дороге это за ловичем уходили на автобан сейчас она мне крутит на 70 вот здесь на въезде и что причем что одна что вторая наверно женщинами невозможно спорить всего лишь на них твою поедем по 70 я ни разу там на автобан не выезжал ну поехали посмотрим что тут какой-то здесь выезжать не доводилось наверно здесь короче или что а может мы сейчас по 70 и потом просто срежем вот этот аппендикс так-то прямо и потом налево заловичу а здесь может быть там выйдем на нее сейчас посмотрим надо выбираться уже отсюда с этих националок выходить на автобаны они все равно вот это 92 дорога на всего платно я не знаю как по деньгам может быть конечно дешевле чем автобан на тоже вера толпу эти платежки стоят рамки я же пик пик ну а здесь понятно сейчас мы тут выйдем тут у нас будет павиатола а потом законеным шведская там уже будет по платежка карточка все все сложно где одна оплата где другая там я толп не катит дальше вот в районе поздно где там нужно будет карточку ес то оставаться и по ней специально нет не выйдем мы на 14 так мы по 70 и поедем поехали по 70 ни разу здесь не ездил но я быстрее не еду что-то ругаешься что-то стройка какая-то она прямо на объезде ну в моем случае все равно сюда надо 25 потеплело с 450 огонь изменение машин что заблудились я сам заблудился действительно суббой очень даже хорошо выехали скажу я вам честно и откровенно здесь ближе чем по 14 дороге по четыреста там километров с 20 до автобанов что здесь вот здесь здесь километров с 15 и больше и он слой чего уехал и все и больше как бы таких и деревень ты не буду сейчас придется один мост второе атаки любят лишь чтоб простенько взять съезд нарисовать сделать оттуда как сюда выехал направо на автобан и 1 до переехать автобан сейчас обратно переехать автобан платежки были уже демонтируют обратно сначала построили потом демонтируют как у нас так поздно вот 400 километров это уже до шведской 397 автобан гудит движняк все как положено погнали 85 круиз-контроль это паром покатили и выше эти допустимую скорость курс какой а вот астрада вольности автобан свободы а2 это 85 и гиртеку уперся ведь наверно 82 или 83 ограничения по европе вообще скоростные сейчас тут платежка не буду обгонять пущу гиртек вперед мне это пофигу то что я там вчера нарушил у меня бумага есть подтверждающая распечатка есть так что мне это контроль не страшен тут просто ради интереса вот она платежка уже после платежки я сгоню их его вернее это даже вот мне нужно тут тормознуться на пару минут посмотрим если место есть на стоянке стоянка перед платкой или ладно дальше поеду на первом же следующем паркинге остановлюсь тут просто говоришься интересно пропущу его вперед впереди проедет тормознук не тормознук тут сейчас вот так вот здесь вот выехал если будет когда идешь через лович дальше по 14 дороге вот она на лодь направо на лович на лево на лодь здесь будут выехать ну тут говорю тут подальше 23 даже 21 километр вот от автобана зло 92 а там поменьше там получается километрах может даже на 15 не вышла километров 12-13 и платка сразу же вот здесь за развязкой начинается по идее должны стоять здесь постоянно до стрековская стреков город здесь стрековская платка здесь постоянно транспортники с этой стороны всегда тут сколько не ездил редко редко их тут нет стой как повезут бывает стоят бывает нет я даже с той стороны один раз тормозили здесь с этой пока нет тут у лично раз встречаться тоже удовольствие большого не доставляет хотя когда ничего все хорошо то чё и бояться неудивительно нету 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 видите свободно ничуть в общем-то и паркинг свободный давайте я сейчас сюда заскочу свои дела быстренько сделаю и дальше поедем на этой платежке они с той стороны вон стоят на крыльчание скорости 40 километров в час посмотрим как там будет на следующий вторая и последняя я туловская платка вернее оплата по авиатолу по прибору дальше поедем уже по карточке через триста метров продолжается движение прямо удивительно но коневская платка тоже пустая продолжается движение прямо а а а а а а а Значит, все на тех пасутся. На Познанской, на одной, на второй, на третьей. Подключение скорости 40 километров в час. Так нигде и не заехал. На автобан выехал. Здесь тут вот эти заправки все. Но там, по-моему, даже первыми не кормят. Может, где-то и кормят, но я не знаю. Уже терплю. Через километров 50 мне осталось домой. Уже там точно, однозначно. Пока будут мыть, сходим, пообедаем. Я тут только еду и слушаю, как мне живут. Тут дефирамба выдает от голода. Гоу-просту. Все. Сейчас будем специален. В карточке. Не в тот ряд я стал. Там что-то бус какой-то стал. Наверное, 500 евро дал, чтобы платить. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Ничего тут не изменилось. 77 злотых. Марс, как сидят. Давай. С той стороны колейка небольшая. Полетели мыться. Отсюда 238 до шведской еще. Три часа полета. Вон она, двойка над нами, автобан. Ванисон ругается. Съехал на мойку. Поедем. Но поедем не туда, куда в предыдущей конторе ездили всегда. А поедем за мостиком на следующую мойку и сейчас расскажу, почему. Едем туда, потому что, ну, раньше, во всяком случае, они всегда в рацию кричали, химчистка салона. Нет, не подумайте, у нас в салоне все чисто. Но, как ни крутите, два года. Шеф сказал, уже два года машине, кабине, два года вы в ней живете, пластик. Так оно, в любом случае, напитывается. То есть, уже не свежее. Шеф сказал, заедьте, помойте машину и сделать химчистку салона. Было бы приказано, правда? Ну, я вот знаю, единственное, это вот сейчас, это будет мойка, где химчистку делают. Ну, я не знаю, делают или нет. Раньше, да, в рацию они рекламировали. Поэтому мы сейчас туда заедем, спросим. Если они делают, значит, я там мою машину и делаю химчистку. Если нет, значит, уезжаем. Дальше будем уже тогда ближе к поздно не искать. Чтобы все сразу. Ну, вот так. Шеф сказал. В любом случае, пыль, все это, как-то его не три, этот пластик. Все равно все эти запахи, вот, ну, крыша, вот, обшивка, спальник. Все это, в любом случае, потихоньку впитывает. Хотя все вонючки у нас есть. Запаха никакого в кабине нет, абсолютно. Ну, вот. Короче, шеф сказал заехать помыть. Сделать химчистку. Все. Прекрасное счастье. Закон для подчиненного. Вот она, это мойка. Марина называется. Сейчас мы тормознемся здесь у них. Пойдем, спросим. Моют они тут. Делают, не делают. Если не делают, то я тогда тут же развернусь и поеду. Заезжать не буду. Сейчас вот здесь кину. Пойду, схожу, спрошу. И тогда уже будем думать, что делать, решать. Ами, а химчистку салонно сделаете? Сейчас, сегодня дня. Сегодня дня. А когда? Завтра будете делать? Завтра так, а телефон двунадцатый такой. Сегодня не надо. Ясно, доброе. Можно взять там. Можно взять себе список, там есть номер телефона до нас. Можно позвонить и спросить. Когда делаете? А почему сегодня не делаете? Сегодня не, потому что не мучитель, который делает. А, нет того, кто это делает. Ясно? Доброе, пани. Дякую. Дякую. Ну, вы сами все слышали. Да, я уеду сейчас. Ты подзапытал, сходил. Что-то я им тут перекрыл, наверное. Ну, сами все слышали. Не делают они. Нет того человека, кто делает химчистку. Тут, да, я просто мы там, кстати, моет машину. Мыться я тут просто тоже не буду. А, там вон сзади он выехать не может. Я, кажется, ему там выезд перекрыл. Ничего себе, я не думал, что там кто-то будет выезжать. А, он бусику перекрыл выезд. Тогда мы разворачиваемся, поедем, будем искать дальше по дороге. Так они, в общем, делают. Но вот сегодня нет того человека. Знаете, что? Схожу. А, бар закрыт. Бар закрыт, видите. Хотел поесть, сходить. Тут у них. У них тут бар хороший, но сейчас почему-то он закрытый был. Так. Сейчас надо развернуться. Поедем обратно на автобан. Так, пока никого нет. Выскакиваем. И вот здесь разворачиваемся. А вот этот пан, который. Давай, 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 пан, давай. На бусике ему проще. Все перестроились, все пропустили. Всем спасибо. Денькуя по-польски. Поехали дальше. Все, жарко уже. 28. Ух ты, смотрите, как она сгорела. Ничего себе. Салон сгорел. Все, не могу дальше ехать. Пойду что-нибудь съем в этот ресторан. Заехал на Орлендис, перед Познанием. Все, все, уже не могу. У меня уже желудок болит. Пойду что-нибудь поем, заодно паузу откручу. На английских номерах. Это ее, наверное, вывозят. Я так понимаю, видно, сюда приезжали. Здесь она у них загорелась. В общем, взял половину супчика помидорового, булку. Сейчас это еще отбивную с картошкой, салатиком сделают. Нормально. Поедим первого, второго. Хорошо, тут кондер, свежо. Никого нету. Клондайк. Ну что, приятного нам аппетита, Алексей Николаевич. И вам не болеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.